хей всем привет это студент продакшен и мы готовимся с нашей дружбы к пляжному сезону ладно шутки в сторону это третья серия проекта 4-х цилиндровый двигатель с бензопилой дружба если я скажу тебе что мы поставили систему зажигания дернули кикстартер и она загадела то я обману тебя давай в чем разбираться ведь на это ушло 30 дней кстати даже теперь петличка раз-раз проверка как слышно думаю нормально пиши в комменты так смотрите вот у нас родная площадка нашего двигателя у нас есть такая крыльчатка зажигание у нас будет на датчике холла и вазовском модуле зажигания так смотрите начну показывать вам такой вариант вроде как он у меня начал получаться поэтому уже можно вам рассказать потому что до этого все что я снимал все ерунда все вот все не подходит вот у нас был такой маховик мы расклепали сняли крыльчатку у нас сохраняется стартер посмотри я выставил правильный порядок 1 3 4 2 для меньшей вибрации двигателя и также валы наши расположены через 90 градусов 90 градусов мы делаем потому что есть специальная формула 180 умножаем на нашу тактность нас 2 так и делим на количество цилиндров нас 4 их получаем 90 взбираем маховик ступим сборки мыши цепи зажигания и проверки и смотаем контакты модуля зажигания датчика холла и батареи это у нас плюс у меру здесь мы разместим массу датчика холла и самого модуля зажигания установим бронепровода готова и теперь давайте накинем плюс и будем проверять ну вот проверили короче у меня какая-то проблема меня сгорают датчики холла по цветам все нормально подключаю дым и даже загореться может и так уже несколько раз она может дымить бесконечно я установил новый датчик все подключено и он уже не дымится давайте проверим с края есть зажигание это у нас родная втулка маховика мы ее высверлили в общем вот была крыльчатка тут была магнитная система и внутри вот это . под стартер под храповик и ему сохранили и на ней разместили четыре шторки два датчика холла на разных уровнях и теперь я объясню почему у нас двухуровневая система датчиков холла и такая хаотичная расположенность шторок как вы помните когда мы делали валы протачивали наши пазы мы делали на глаз и конечно же там не получилось никаких 90 градусов соответственно пришлось под каждый цилиндр индивидуально подгонять чтобы не было лишней искры выжили проводку здесь я намоталась изоленту уплотнения чтобы случае рывка не выручить проводку крышка на месте закладываем шайбы и протягиваем давайте настраивать зажигание для точности возьмем штанги ну тренируем ищем верхнюю мертвую точку вот она запоминаем значение и сделаем два с половиной миллиметра опережения всем привет сегодня пятница 26 февраля время пол девятого и у нас сегодня последний день чтобы запустить нашу пилу нас остались карбюраторы остались карбюраторы у нас есть карп-клинер сейчас мы будем их разбирать чистить и менять ремки у нас также есть новые ремкомплекты начнем чистить наши карбюраторы так у нас выглядит разобранный карбюратор и Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой у нас получился результат Начнем с ураловского карбюратора Интересно кто так откручивает винты Карбюраторы на месте Время уже полшестого вечера Таким образом сделали топливо Бензобака В дизельный фильтр Три тройника Четыре выхода Как вы знаете А если не знаете То обязательно посмотрите Перейдите по ссылочке Моторск 1 Делает вторую версию Четырехтактную И мы с ним устроили некое пари Кто успеет до пятницы Запустить мотор И как вы знаете Моторск уже завел Да, Моторск выиграл Ставьте ему лайк Кто пришел от меня к Моторску Обязательно напишите ему Об этом в комментарии Хотел бы сказать спасибо Всем кто смотрит Проект Про четырехцилиндровую дружбу Поэтому если за всем следишь И не хочешь ничего упустить Обязательно подписывайся И будешь в курсе Ну что попробуем Переживаю капец На кухню что-то решил не заводить Нормально Нормально такая компрессия Ух, нифига Схватило Офигеть Клинвалы не сломались пока Нет Всем привет Это второй день Попыток первого запуска Итак у нас Отказали три цилиндра Работает только вот этот Опасения самые страшные То что сломала вал Разберем Посмотрим сейчас В общем вал Не сломала Всем привет Я включил кнопку ярость Сейчас все позаварим Всем кул Короче нет времени объяснять Вот было два сцепления Вырезали две муфты Вот так сварили Это раз сцепления Это два сцепления Тут приварено К коленвала Вот тут я привариваю Потому что соединение Ненадежное Болтается Вот тут будет провариваться В общем раз муфта Там вон еще муфта Это уже и звездочек Разницы нет Через звездочек Через сцеплений Сейчас вот это все лишнее Срезаю Соединяю ее уже Вот с этой подготовленной Звездочкой Тут же лишнее все срезано Будет вот так Все погнали Делаем это Еще также добавлю Вот это все у нас нарезано Криво короче Никаких 90 тут нет Мы же свариваем звездочки Таким образом Что выставляем Ровно 90 градусов Либо же 180 Разницы нет Так как здесь будет уже Одеваться вот на эту Стоковую родную шлицевую часть Где все четко Глаза Таким образом Приварена звезда Проварил хоть нет Переварил вроде держится Сейчас короче Вот Тут НМТ Тут ВМТ Через вот это окошечко Я делаю прихватку Снимаю Этот двигатель Ставлю метку Ровно выставляю На глаз И провариваю Прихватили Сейчас поставим метку Да ел Ну короче На сегодня итог такое Что варить не получается Уже стемнело Я ничего не вижу Завтра продолжим Звездочку я испортил полностью Она Надо другую делать Включение Следующего дня Сделал я звездочку Пришлось Еще одно сцепление Распилить Что придумал парами Короче Ставим шпильки Но усилим Вот такой конструкцией То есть я прям По шпилькам Это сваривал И сверху Еще дополнительно Стянем ее Вот так Ну вот так Следующий день Вот я купил Еще ваших любимых Шпилек Нарезали Вот таких Пластинок Вот так вот Домик обваривать Также хочу Порекомендовать Прошлый проект Это детский Электровелосипед Он получился Забавным Смешным Где-то Может и глупым Поэтому Оставлю ссылочку Здесь Точнее Здесь И в комментариях Переходи Посмотри Там две серии Сборка Запуск И испытания Так Шпильки Гайки Я заварил Шпильки Подожди Посмотрим Схватит Давай Налей туда Чуть-чуть кто не понял с металломом это конечно же была шутка давай попробуем еще раз запускать кирпич не нашел хотя бы вот так подложу под рук запуск был дальше настройка не верится короче пацаны после сейчас вот последнего падения что-то где-то или вырвалась или замкнула у нас искра пропала эта серия уже я работаю над ней тридцатый день сегодня я думаю мы все-таки показали какой-то хороший результат я думаю для первого запуска этого будет достаточно а следующих сериях мы будем опять разбираться с нашей проблемой и уже нормально прожарим и всем спасибо кто смотрел это видео подписывайся на канал ставь лайк пиши обязательно свой комментарий как тебе серия пока интересно на канале есть целый плейлист по тюнингу данного марка заходите посмотрите продакшен 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 продакшен